Вы можете проживать здесь. Я до последнего переживал. Везде сосенки растут. Этот запах мне хорошо знаком. Плитка в душевой зоне это отличный вариант. Заключили договор. Где-то еще неделю-полтора общались. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Хюгги. Меня зовут Александр. И сейчас нахожусь в гостях у нашего заказчика, где мы сдавали очаровательную баню-дом. Досмотрите видео до конца, потому что ближе к концу видео мы посмотрим, что внутри этой бани-дом. А там у нас и кухня, и спальня, и душевая, и роскошная парная. Этот объект будет актуален для тех, кто не хочет строить капитальный дом, а хочет уже жить за городом, поставить какой-то мини-домик, где можно и переночевать, и попариться, и помыться, и отдохнуть с друзьями. Именно про этот объект и пойдет речь в этом видео. Поехали. Итак, этот объект у нас размером 7 на 5 метров. Не устану повторять, что мы делаем бани без стройки на участке, что очень удобно. Мы доставляем баню в готовом виде, как и данную баню. Она состоит у нас из двух модулей, 7 на 2,5 плюс 7 на 2,5. То есть двумя частями мы ее привезли на участок и установили на готовый фундамент. Никакой стройки на участке не велось. Только стыковка модулей, что обеспечивает комфорт заказчику, а само строение собирается у нас в теплом цеху, где созданы все условия для того, чтобы строение получилось качественным. Баня-дом имеет небольшую террасу. На полу у нас террасная доска-вельвет, зашитая перегородка декоративным бруском и перила на террасе. Снаружи баня-отделка скошенный планкен с покраской втикурила-винха. Кстати, баня расположилась в очень живописном месте. Очень здесь красиво. Везде сосенки растут. Окна и входная группа у нас полностью затонированы и заламинированы. Ламинация вот такой темный цвет и тонировка зеркальная. То же самое с входной группой. Кровля, как и во многих наших банях, наплавляемая, односкатная. При входе расположились удобные ступеньки, по которым можно подняться на террасу. А на террасе фасадное уличное освещение. И не только здесь, но и на торце бани. Ну что, терраса получилась довольно-таки уютная. Здесь уже вот расположили такое кресло подвесное, чтобы можно было отдыхать и наслаждаться природой. На террасе выведены две розетки влагостойки, чтобы можно было подключить необходимые приборы. И снаружи мы видим окошко, тоже затонированное. Оно, скорее всего, ведет в парную. Сейчас пройдем и посмотрим внутрь. Ну и вот мы попадаем внутрь бани, где сразу же при входе по левую руку мы видим печку с выносом топки в коридор или в комнату отдыха. Также мы видим два помещения. Про них чуть позже скажу. И где я сейчас нахожусь, это кухонная зона. Здесь мы делали выводы для того, чтобы заказчики могли установить кухню. Сделали розетки. Освещение вдоль всей стены. Очень красиво смотрится светильники, бабочки. И много-много розеток двойных. Здесь тройная розетка. На каждую зону раздельные выключатели. И вся баня полностью обработана таким вот приятным оттенком. Это похоже на слоновую кость. И вот такой цвет дерева. Выведен щиток с автоматами. Ну, то есть вот эта часть, это кухня. Здесь заказчики уже будут устанавливать мойку, мебель ставить и так далее. А вот эта часть модуля, это уже спальня, либо гостиная. То есть здесь заказчики планируют установить диванчик и повесить телевизор. Также в этой части у нас два окна распашных. Это окно раз. И еще одно окно, где кухонная зона. Панорамное окно в пол. Вот с таким вот восхитительным видом насосинки. И там даже, по-моему, какая-то речка что ли течет. На полу, кстати, у нас выполнен кварц-винил. В зоне отдыха и кухни. И в санузле. Везде, где у нас есть кварц-винил, в данном объекте сделаны также теплые полы. Управление которыми находится на стенке под выключателем. Проходим в следующее помещение. Давайте начнем с этого. Открываем и попадаем, собственно, в санузел. Устанавливали унитаз. Делали полную разводку. Ну, то есть организовывали санузел под ключ полностью. Установлен бойлер на 80 литров. Вместо стандартного 50 литров. Можно сделать 100 литров. Ну, по вашему желанию. Небольшая раковина в углу со смесителем. Ну, а дверь матовая, термостойкая. 8 миллиметров. Почему это баня-дом? Да потому что все здесь уже есть для того, чтобы можно было и жить, и отдыхать на своем участке. Не дожидаться, пока у вас построится какой-то капитальный большой дом. Вы можете проживать здесь, пока строится ваш основной дом. А потом использовать этот домик как гостевой. Утепление полностью этой бани дом 100 миллиметров. А теплые полы, дополнительные, возможно, конвекторы, которые здесь будут установлены. И, собственно, сама парная с печкой создаст здесь такую теплую, уютную атмосферу для отдыха, проживания, проведения банных процедур. Кстати, планировка этой бани очень похожа на ту, что находится у нас на выставке в Москве. То есть, прям конкретно, практически эту баню, эту планировку можно вживую увидеть у нас на выставке в ТК-конструктор 25-й километром Када. Так что приезжайте, обязательно ждем вас. Заранее лучше предупредите менеджера, чтобы вас встретили. Ну, а мы проходим в следующее помещение. Уже ближе к парной двигаемся. И это душевая зона. В душевой у нас на полу выполнена гидроизоляция пола со съемным трапиком, чтобы можно было его поднять, легко убраться в моечной зоне при необходимости. А на стенах у нас выполнена вот такая стильная черная мозаика. Плитка в душевой зоне это отличный вариант. Всем рекомендую. Все-таки это мокрая зона. И в данном случае переживать за стены деревянные в моечной зоне не придется. Ну, и мы видим здесь установлена черная душевая система под стиль этой душевой зоны. И даже клапан вентиляции сделали в черном цвете, чтобы все подходило. Пока не ушел в парную, покажу вам, как выглядит топка печи Искандер Ураган М. Печку уже топили несколько раз, делали пробную протопку. Здесь у нас клапан приточки воздуха и притопочный лист. Заходим в парную. Друзья, какой здесь аромат. И этот запах мне хорошо знаком. Это термоосина. Отделка в парной полностью из термоосина. Это потолок, стены. На полу в парной у нас гидроизоляция пола. Специальная мастика и гипердезма, которую мы используем. И также на полу съемные терапики, чтобы можно было провести уборку парной. Ну, что можно сказать про термоосину? Это древесина, которая прошла термическую обработку. Она устойчива к лаге. Она дает в парной интересный запах. И вообще не подвержена ни гниению, ни деформации. Идеально подходит для парной. Термоосина имеет темный оттенок. Ольха у нас такая более коньячного цвета. А осина экстра, она полностью белоснежная. Полки также выполнены из термоосины. Спинка. Выдвижной полок дополнительный. Который можно выдвинуть, либо убрать. Для того, чтобы сесть детям. Либо, чтобы удобнее было подняться на верхний ярус. В парной выполнено два светильника. И подсветка под полками. Окошко обязательно для проветривания в парной. Как во всех банях. И в данном случае базовое окно, которое идет у нас в парных. Закаленное, затонированное. Чтобы можно было наслаждаться, опять же, вот этим прекрасным видом. Насосная, на участок. Ну и печь Искандер Ураган М. Она имеет у нас две паровых пушки. Закрытую каменку. Стальную сетку, где закладываются камни. Очень многофункциональная печка. Которая может производить мелкодисперсный мягкий пар. Для вашего комфорта. И, так скажем, обычный пар. Более тяжелый, более влажный. Подливая вот на камни, которые находятся в открытой каменке. В данном случае после печи у нас идет дымоход. Сэндвич. И вокруг печи наша плита антиогонь. Которая уже проверена временем. Прошла все необходимые испытания. Есть сертификаты. Жаропрочная плита, которая предотвращает возгорание стен. Защищает от нагрева. Она является и защитой одновременно, и декором. То есть, выглядит интересно. Кирпичики такие. Не просто минерит. Серый, некрасивый. Здесь все-таки есть какой-то стиль. Ну и у нас и в душевой, и в парной сделаны сливные отверстия. Куда будет уходить вода. В парной и в душевой можно мыться. Можно лить воду. Вот такая получилась интересная парная. Довольно уютная. Размером она примерно 2х2. Думаю, что эта парная, эта баня, в целом, этот объект будет дарить радость, здоровье и положительные эмоции нашим заказчикам. Кстати, пойдемте, подойдем к нашему заказчику Анатолию и спросим вообще, как происходило взаимодействие с нашей компанией. Анатолий, добрый день. Здравствуйте. Приобретали у нас баньку размером 7х5 метров. Даже можно сказать, баню-дом. Скажите, как происходило взаимодействие с компанией? Я так понимаю, вы с Артуром общались? Все ли понравилось вам в сотрудничестве с Хюгги? Да, мы ездили смотреть баню. Приехали на выставку на Выборгское шоссе. Там стояла похожая баня. Нам очень понравилось. Для нас самое главное было, чтобы терраса была широкая. 2,5 метра нам очень понравилось. И чтобы была небольшая комната отдыха. Артур нам все показал, рассказал. Нам очень понравилось. Мы связались и стали взаимодействовать. Что очень понравилось, то, что нам все объясняли, показывали, где какие розетки, все буквально до мелочей. И после того, как мы заключили договор, уже Артур всегда был на связи. Сам звонил, уточнял. Там по цвету, по всему. Высота розеток. Ну все. Окон, дверей. Заключили договор. Где-то еще неделю-полторы, наверное, общались. Какие-то нюансы уточнял. Все. Потом еще мне очень понравилось, что начали с производства звонить. То есть все равно мы какие-то нюансы не учли. Вот опять же по высоте. То есть у нас высота была 2,15. Она сказала, можно сделать повыше. Мы решили сделать повыше баню. И еще добавили плюс одно окно, чтобы было проветривание. Поэтому всем большое спасибо. Артуру в том числе. Ну а что касается самой технологии модульного строительства. То есть все очень удобно, да? Без стройки. Привезли в готовом виде, да? И разгрузили. Да. То, что нам очень понравилось, то, что это модульные бани. Делать на производство. Все-таки это другое качество. Абсолютно. Поэтому решили, чтобы это было модульное. Ну мы единственное переживали по заезду. У нас заезд очень узкий. Но нас уговорили, что в принципе ребята заедут. Я до последнего переживал. Действительно, ребята профессионально приехали, все выгрузили. То есть я до последнего не верил, что они вообще все заедут. А сколько по времени занял на участке вот эта стыковка модулей заезд? Модулей где-то часа 2, наверное, они завозили. Ну и стыковка там. Пока все подключали. Там электрику делали. Ну где-то часа 4-5. Ну то есть за день даже, да? Да, это все за день. Ну где-то к вечеру закончили они. Ребята молодцы. Я их попросил, чтобы они подключили розетку. И я двинитель кинул. То есть электрику я буду через месяц делать. А в принципе баня уже может функционировать. Спасибо большое, Анатолий, что выбрали Хьюги компанию. Вам легкого пара, здоровья. И чтобы баня приносила только положительные эмоции. Спасибо большое. Ну что, друзья, мы будем прощаться. Вот такая вот чудесная баня в чудесном месте. Очень многофункциональная. Можно использовать и как баню, и как домик для проживания. Подобную планировку вы можете увидеть у нас в Москве. ТК-конструктор. В Санкт-Петербурге у нас выставка по адресу Паргово, улица Ломоносова, дом 1. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Скачать каталоги, перейти на сайт. Все в описании. И, конечно, ждем вас среди наших счастливых обладателей бань. Спасибо, что выбираете нас. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк.